Федерация Фиджитал Спорта Федерация, она в принципе уже есть Сейчас на общественных началах она уже работает А к концу марта, я думаю, мы уже в Минюсте, в Воронежском получим аккредитацию Давайте теперь сначала начнем, что такое Фиджитал Спорт Потому что многие не понимают, о чем сейчас будет идти речь Да, Фиджитал Спорт ушел еще немножко в будущее потом Потому что мы мало знаем о киберспорте, а тут появляется Фиджитал Идея простая, физикал и диджитал соединили в одно слово, получился Фиджитал По-русски можно объяснить? Физические упражнения, условно физический спорт И диджитал это цифровой спорт, киберспорт Их просто взяли и совместили дисциплиной Ну совместили в параллель или как-то умудрилась коллаборацию какую-то сделать? В зависимости от дисциплины То есть если мы говорим, например, про Фиджитал Футбол Сначала условно команда садится за приставки и играет ФИФУ на Плейстейшн А потом она выходит и играет уже в филе Это одни и те же люди Тут очень интересная ситуация заключается в том, что когда раньше ребята ходили в компьютерные клубы и играли Родители постоянно их ругали Что они там в компьютерном клубе тыкают, глаза портят и так далее А теперь мы предлагаем другую альтернативу Они развиваются и физически, и еще развиваются в киберспорте Потому что в мире эта история на сегодняшний день в пике популярности Если же мы говорим, например, про полное совмещение Ну это на сегодняшний день у нас VR-технологии Люди у нас давно уже есть в федерации по лазерному бою Лазерстрайк, да, называют его А здесь просто одеваются очки И ты в условном Warface или в CSGO Ты играешь и прилагаешь усилия физически для того, чтобы достичь цифровых результатов Из спича сразу два вопроса Первый вопрос А разве есть у нас такие ребята, которые готовы встать из-за компьютера и пойти побегать в футбол? Потому что, насколько я знаю, они играют, рубятся и рубятся А тут вы можете предлагать Спрос-то на это есть? Да В 22-м году в Казани прошли первые международные фиджитал игры Это была пробная версия Восемь стран участвовало у нас на твитре Российской Федерации И в принципе Федерация Фиджитал и Фиджитал Спорт в России первая Поэтому уже сформировано большое количество киберспортивных команд, обычных команд И вот, в принципе, когда они приняли участие Ну, мы поняли, что один раз это зрелищно То есть несколько тысяч, несколько миллионов человек в моменте наблюдали за этими играми И примерно на сегодняшний день, если собрать все команды с разных дисциплин Это десятки тысяч человек Вот, достаточно популярная история Потому что, ну, на сегодняшний день уже, в принципе, у каждого Ну, в большинстве случаев есть либо PlayStation, либо Counter-Strike И все гоняли футбол на улице Вот, и ребята вместо того, чтобы просто там дома сидеть в интернете Они пытались комбинировать Ну, и второй вопрос сразу По поводу VR Нет опаски, что люди перейдут в другую реальность, в тот мир и будут там жить Я бы не говорил, что это опасность Это преимущество Надо по-другому немножко на это смотреть Но, понятно, от физической жизни мы не уйдем в любом случае Да, есть свои издержки по коммуникации человеческой Вот тут и главное, да Для этого мы сделали фиджитал Теперь родители не будут ругать своих детей, которые постоянно проводят там часами за компьютером Но еще самая важная идея, когда в правительстве обсуждался этот вопрос Многие спортсмены по какой-то причине не реализовывали в той или иной дисциплине Ну, условно, футболист, который не смог стать звездой футбола и там не вошел в РФПЛ У него появилась еще одна возможность достичь в фиджитал-футболе успеха И наоборот, киберспортсмены, которые почему-то не попали на международные соревнования Они могут теперь попасть и поучаствовать в международные соревнования То есть это возможность И мы там часто и по моей деятельности говорим о том, что людям надо давать больше возможностей Больше спектр И из этого они выберут то, что им понравится А почему именно Воронежская область вошла в число тех регионов, где будет образована федерация фиджитал-спорт? У нас что, самые крутые спортсмены? Ну, во-первых, у нас город студентов, в том числе У нас очень много молодежи и интересуются этим Во-вторых, я бы даже не только что зациклился на Воронеже На всю Россию задача была дана сформировать эти фиджитал-организации Но в связи с тем, что я там давно работаю над цифровыми разными там и киберспортивными дисциплинами И игровыми движками И мое прошлое с цифрой связано Ну, наверное, из-за меня в какой-то степени Оно появляется пораньше Да, да, да Поэтому тут всегда все зависит, прежде всего, от людей Ну, а регионы открыты к этому? Регионы очень открыты Более того, я скажу, что для того, чтобы эта дисциплина развивалась На территории должен появиться специальный объект Называется фиджитал-центр Где будет как раз площадки спортивного типа классического и VR-комнаты и киберклубы Чтобы ребята молодые могли сразу поиграть в футбол и в одном месте же покатать там в CSGO И эту историю надо вызывать И более того, правительство местное и администрация в Воронежской области Дали согласие по выделению земель и поддержку на то, чтобы построить эту арену И на эту арену, соответственно, будут привлечены федеральные средства То есть есть специальная программа «Бизнес-спринт» Ростеха Которые дают на безвозмездной основе субсидию для того, чтобы в регионе это появилось А пока центра нет? Где проходят тренировки? Пока это все совмещается в дисциплинах двоеборья То есть, условно говоря, футбольные команды там, не знаю, у нас на даме поиграли А на следующий день в рамках двоеборья у них следующий этап футбол Потом соединяются все эти вещи и получается результат Да, есть проблемы по судейству Потому что фиджитал-судей пока еще нет Только федерация организовалась буквально, если мы говорим, во всероссийском формате А регионы сейчас постепенно открывается Ну, я думаю, ребята сами там по-честному все проходят Да, конечно, это зрелищно, это интересно, молодежи это нравится Мы увидели это, и особенно у нас есть же и медийные команды, например, футбольные там Тудроц-команды, я не знаю, слышали, кто-то не слышал Ну, мы с хотей от фиджитал-спорта Да, это не фиджитал-спорт, это футбольная команда Да, там играют и блогеры, и известные личности И от этого, соответственно, привлекается внимание И тем самым вовлекается молодежь в натуральный спорт То есть сегодня же в цифре мы живем А как через цифру еще привлечь людей? Ну, чем-то интересным, наверное, в онлайн-пространстве А кроме того, что онлайн-пространстве, они еще там кнопки тыкнут Они еще и физически прикладывают усилия Когда можно увидеть в ближайшее время какие-то соревнования, какие-то игры? Ну, на этой неделе уже мы планируем провести первые соревнования для аккредитации федерации в регионе По фиджитал-баскетболу Это 3х3 стритбол И NBA, соответственно, в Sony PlayStation Можно перейти посмотреть, как вы наблюдаете? Да, вполне У нас сейчас в сообществе будет выложена уже информация о том, как принять участие, где, во сколько и как это увидеть Это пробные соревнования Команда у меня молодая Состоит в том числе из молодых ребят и студентов, которые этим горят, болеют Вот, поэтому будем пробовать Ну что ж, мы желаем вам удачи в этом деле Будем следить за вашим спортом Спасибо И чтобы мы реально были первопроходцами А дальше уже на нас глядя, вся страна подключилась к этому Я напомню, что этим утром на студии был Антон Ткачев, председатель федерации фиджитал-спорта Наш утренний эфир продолжается